Качественная кастрюля или сковорода нагревается равномерно, и пища в ней готовится также равномерно. Лучше всего тепло проводит медь, но медная посуда очень дорогая. Алюминий тоже хорошо проводит тепло, но он недолговечен, поэтому большинство поваров пользуются посудой из нержавеющей стали, содержащей алюминий. Это профессиональная линия посуды из нержавеющей стали с алюминиевой прослойкой. Производство начинается с двух листов нержавеющей стали, которые скрепляются с одной стороны с помощью аппарата точечной сварки. Затем листы выкладываются на сборочное приспособление. Верхний лист приподнимается, и между листами стали вкладывается алюминиевый лист. Затем этот сэндвич поступает на конвейер, и в течение 10 минут поддергается обработке в печи. Температура в 370 градусов по Цельсию размягчает металлы и подготавливает их к формовке. Из печи лист переходит на первый прокатный стан, где его нагревают с помощью электрического тока, чтобы все три слоя слились в один. Затем второй прокатный стан, где слияние слоев еще больше усиливается. Это пар, в который превратилось водорастворимое масло при контакте с горячим металлом. Теперь единый металлический лист помещается для повторного нагрева во вторую печь, чтобы еще больше укрепить его целостность. Оттуда он идет под 100-тонный пресс, с помощью которого вырезается заготовка для посуды. Затем металл очищают от любых посторонних частиц. Даже микроскопическая соринка, попавшая под пресс, может повредить металл. Теперь диск помещают под 200-тонный пресс с формообразующим инструментом, которые придают ему форму сковороды диаметром 25 сантиметров. Между каждой будущей сковородой кладут лист бумаги во избежание царапин. В этот пресс закладывают различные формообразующие инструменты для получения разной посуды от самых маленьких кастрюлек до огромных кастрюл. После придания формы необходимо фрешивание. Этот обрезной пресс удаляет все металлические заусенции по периметру. Затем обрабатываются края, которые остались нетронутыми после обрезного пресса. Это делается с помощью фрезы, работающей на высокой скорости. Теперь полировальный станок с флифовальной лентой. Внутренняя поверхность сковороды вращается на высокой скорости в противоположную сторону относительно ленты. В результате мы имеем антибликовую поверхность. Далее обрабатывается внешняя поверхность. Сковорода помещаются на вращающееся полировальное устройство. Каждая посудина проходит обработку десятью полировальными кругами разного диаметра. К концу процесса нержавеющая сталь приобретает зеркальный блеск. Теперь можно прикреплять ручку. Отверстие делают с помощью промышленного дырокола, протыкающего металл силой 18 тонн. Рабочий ставит на отверстие заклепки и с помощью другого пресса выравнивает их. После этого ручка надежно закреплена. Самая лучшая линия посуды из нержавеющей стали содержит в себе алюминий и медь. Это специальная разработка для индукционного приготовления пищи. Новейшие кулинарные технологии. Тонкий разрез по периметру обнажает медь, находящуюся внутри, придавая тем самым профессиональной посуде характерную внешность. В конце концов, в любом производстве ценится красивое исполнение и стильный вид, который только подогревает конкуренцию.